Друзья, привет! Мы находимся в зале Океаниум на улице Композиторов. И почему мы здесь? Потому что мой не ученик и не подопечный, мой близкий друг Миша Горнилов готовится в категорию 100 кг на кубок северо-запада по бодибилдингу. И мы покажем вам его тренировку. На самом деле, наверное, это один из самых упорных и серьезных спортсменов, которым я помогал, помогая готовиться. Вот посмотрите, как он будет тренироваться сегодня с моей помощью. И на самом деле, можете тренировать на вооружение, потому что это реально эффективно, это хорошо. И в конце, думаю, нестандартный эксклюзив. Да, и мокрая магия в конце тренировки у Миши вам докажет, что это эффективно. Начнем мы с твоего любимого упражнения. Подъем на бицепс с верхнего положения. И пошел вниз. Вот ты их держишь. Да. Вот это начало на самом деле. Бицепс, да. Бицепс находится в постоянном напряжении. За счет этого памп от этого движения получается максимальный. В наших условиях, да, бодибилдинге, это самое необходимое для нас, это уменьшить отток крови от рабочей мышцы во время выполнения движения. Тут наибольшей мере в работу включается короткий пучок бицепса, который и формирует округлую форму, пиковость руки. Тренировать будем мы бицепс по всем направлениям. Прорабатываться будет и длинная головка, и короткая, и отдельно брахиалис. Да, будет упражнение молок. Но пик бицепса для Миши наиболее, скажем, важно и интересен, потому что рука большая. Но раньше, когда он выступал, кстати, уже бронзовый призер Северо-Запада, финалист Арнольд Пластик в США, поэтому, как бы, спортсмен все-таки серьезный. Но мышцы были не пиковые. В принципе, мы потратили практически, наверное, два года на то, чтобы сделать мышцы более динамичными. То есть он делал крутое качество, он хорошо готовился, но определенные, так скажем, данности природы мы победили, на самом деле. Мы делали круглые плечи, мы добавили пиковость бицепса, добавили в спине, остался маленький участок, но я так понимаю, что он уже останется у нас на следующий сезон. Это столбы, потому что так вышло, что пока мы еще не познакомились, Миша ни хрена не делала. Я просто становую тягу просто не делала, поэтому при всей вот этой грудь мяса, сейчас это 112 килограмм, и нам еще предстоит в сотку утрамбоваться, столбы отстают, и, ребята, столбы должны быть тренированные, потому что иначе в задних позах, особенно в широчайших сзади, чуть-чуть будет не хватать бугристости. То есть мы верх исправили, на самом деле, вверху были там незачеты, стало сверху все круто. Трапеция наросла, задние дельты там, вот, остались столбы. Ну, я кладу где-то 7 мерных ложек на 1,5 литра. 7 мерных? 35 грамм. 35 грамм, да. 35 грамм, бицап комбинированные? Бицапро? Бицапро, конечно. Значит, получается у нас 35 грамм порошка, это у нас половина бицапро и половина глютамин. Во время тренировки? И после тренировки сразу же у меня уже готов изолят шоколадный с ментолом. С ментолом? Да, с ментолом. Да, да. То есть у нас, видите, идет по белку изолят, либо яичный белок, не сыворотка, но молочка не отключена. Яичный я уже съел просто. Яичный он сажал. У меня, Анька, телефон листает такая. Чай, ты говоришь, жопа. Слушай, ну уже, кстати, жопа кушает трусы. Появляется. Складок вообще нет под бедром. Ну что, как бы хорошо. С нижнего блока трос через правую руку, через внешнюю сторону. То есть мы берем трос, нам нужно, чтобы рука вытягивала наружу. Что-то мы берем со стороны. Как мы гантели поднимаем, да? Только слышим, чтобы не прищемило руку. То есть, когда рука супинированная, у нас больше нагрузки идет на внешний пучок. А тут за счет того, что трос тянет автоматически, рука супинируется еще под воздействием отягощения. Получается, что да. Вот отсюда потом будет видно, что максимально уходит нагрузка на короткий пучок. Ну, в принципе, еще рукояточка удобная держаться. Движение по одной руке выполняется. Это аналог концентрированных сгибаний с гантелью. Но эффект супинации кисти усиливается за счет того, что трос выходит с внешней стороны кисти. Мне кажется, у тебя это свершилось. Мечта культуриста. У тебя теперь огромные руки и огромные плечи. До турнира осталось дней 25, если так грубенько считать, не стараясь. Тут долго отдыхать не надо, потому что, ну, просто когда ты делаешь движение односторонне, одной рукой, получается, что в процессе выполнения с одной стороны, другая сторона уже начинает отдыхать. Поэтому периоды отдыха при одностороннем выполнении движений должны быть сокращены. На самом деле зал прикольный, светлый очень. Прямо эти окна большие. Потолки высокие. А? Потолки высокие. Дай потолки. Хорошо. Кондей, приточка. О! О! Хорошо. Расскажи, как тебе тяжело готовиться, как тебе плохо, давай-давай, надо пожаловаться. Самое обидное, блин, самое страшное, то, что очень сильно настораживает, что готовиться мне легко. Мне совершенно неплохо. Было несколько дней, когда была... Плохой качок, плохая история. Да, 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 какая-то апатия, было такое, но оно как-то очень быстро прошло, причем диету держу строго, ничего себе вообще не позволяю, буквально так вот слово-слово, что говорит... Давайте, строгая диета. Первый месяц подготовки были только фрукты. Ну, только фрукты, да. Короче, да, я решил проверить свои мысли, очень хорошо проверять свои мысли на других людях. Углеводы брали только исключительно из фруктов. Но зато самочувствие было очень хорошее, настроение... Объем пищи был большой, то есть надо понимать, что там в 100 граммах той же самой клубники всего 5 грамм углеводов, и можно было поедать просто там по 2,5 килограмма фруктов суммарно, что, естественно, спортсмену в процессе подготовки облегчает жизнь. Да, это простые сахара, но если они распределены в течение дня с большим количеством потребляемого белка и пищевых волокон, все это вполне адекватно. Естественно, на финальной стадии, то есть в последний месяц мы перешли все-таки уже на сложные углеводы, на крупу. Если кому-то интересно, это у нас полба. Опять же, почему полба? Маленький секрет. Она обладает самым низким содержанием углеводов на 100 грамм. Поэтому при приготовлении получается хотя бы хоть какое-то более объемное количество пищи. Да, самое главное, что реально, если сравнивать ее там с гречей или с рисом, то при одинаковом содержании вещества в весовом, в эквиваленте, полба получается существенно больше. Такое ощущение, что там... Больше съел? Да, гораздо больше съел. Она, кстати, не пустая, то есть она занимает определенное место в желудке. Если сравнивать... Я даже умудрился длить ее на три раза. Да? Мне хватает, да. Она реально объемная. Получается у нас в 100 граммах рица там 72-75 грамм углеводов, а в полбе 52 грамма углеводов. То есть получается, что объем... Она и сама по себе еще такая объемная разваривается. То есть получается прям такая нормальная миска из 100 грамм крупы, которую хоть можно что-то пожевать, почувствовать во рту. Зачастую вот именно этот момент на сушке и важен. То есть ты чувствуешь себя нормально, и тебе хватает нутриентов. Просто что-то в рот затолкать и пожевать хочется. Тебе немало веса? Не, я под контролем делал, нормально. Я поставил ради прикола разминочную. Когда мне становится легко, я вообще не лопатичный медленный. Ты здоровый, блядь. Давай еще повесим. Как диск колесная. Бицепс более пиклый стал, да? Да, бицепс более пиклый стал. Качали, кстати, к разговору о том, вот, типа, что, чтобы росли руки, надо качать ноги. Да? Вот, ребята, чтобы росли руки, надо, блядь, качать руки. Прямо 100%. И двойной спереди. Раз бицепса качаешь, сделай двойной спереди. Если идешь на соревнование по бодибилдингу, в гримерку, надо обязательно переживать за зад. Это вообще важный момент. Если бедра дойдет, и зеркал будет сухой уже. Тут сделали. Так, ладно, придется опять идти к гантелям, потому что делать мы сейчас будем упражнение на брахиалис, на плечевую мышцу, которая проходит под бицепсом, и вот она выталкивает его. То есть, вы все это слышали уже? Будем делать молот, я покажу, как делать его наиболее просто эффективным образом. То есть, ну, велосипед сложно изобрести, иногда, конечно, получается, есть пара там фирменных вещиц, вещиц. Но и в плане классических движений, классических упражнений, правильная, не то, что правильная техника, а некоторые особенности выполнения, потому что правильная техника, слово такое дурацкое слово сочетание, бессмысленное. Опять же, ноги на ширине плеч, подсогнутые колени, движение с кармана идет, нейтральное положение кистей, но руки будут сгибаться не просто параллельно перед собой, а руки должны сгибаться немножечко к груди. Вверху мы стараемся максимально сильно поджать к себе гантель, то есть, не вот эта вот классическая. То есть, если сравнить количество амплитуды, которое выполняется таким образом, и вот таким образом, то получается проделанная... Я продаю 50 и планируешь где-то килограмм 40, чтобы я... Ну да, ты бери 40, я-то показывал. Опять же, важно сразу правильно встать, то есть, ноги пошире, блять. Жопу назад, и пошел, да. Движение достаточно силовое. Очень, в принципе, напрягается все тело, включая сфинктер, что мы уже говорили, немаловажно в бодибилдинге. Видимо, на фоне того, что в большом количестве я, когда что-то использую БЦА, я просто очень много кардио делаю, не просто там, как большинство спортсменов, там по 15-20 минут. Я делаю два кардио по часу примерно. Причем нормальные нагрузки, это не только вело, это может быть еще и стейперы. Но так как я пью БЦАшки, то есть, вот этот самый процесс сжигания мышц, о котором все говорят. Катаболизм? Да, катаболизм. Он почему-то пока что мной не был замечен. Кстати, БЦА на самом деле чувствуют, нет, БЦА чувствуют особенно сильно в плане энергетики люди, которые много белка не едят. То есть, когда спортсмен, я думаю, там 3 грамма, да, он не может почувствовать энергетического эффекта от БЦА. Потому что у них же тоже это сильный энергетик. Но у него много белка. Я не чувствую энергетический момент. Да, ну спортсмен, а вот обычный человек, который ест там 1 грамм белка в сутки, он с БЦА чувствует приход, будто бы он обдолбался. Потому что, ну, для обычного человека, кто ест 1 грамм белка, там, допустим, 10 грамм БЦА в сутки дают такой всплеск энергии. То есть, люди реально начинают думать, что что-то космическое. Поэтому все эти вот отзывы в интернете, которые есть, особенно от любителей, о том, что БЦА это такая крутая вещь, это правда. Потому что на них они оказывают наиболее сильный эффект. Может поэтому и пытаются там, ну, кто-то скажет, что БЦА они работают, потому что их не чувствуют. Мог бы почувствовать как курицу, блядь. Курица работает, что с ней должно произойти? Сила с курицей растет или приход от курицы? Канатная рукоять. Канатная рукоять. То есть, теперь давайте так, трицепс. Очень-очень всем настоятельно, сильно рекомендую, прошу, по-братски, из души в душу. Когда начинаете качать трицепс, начинаете в него делать упражнения, обязательно делайте это первым делом. Очень маленький вес, очень много повторений. Поверьте, как только у вас пойдут результаты, у вас пойдут боли в локтях. Вот чтобы их избежать, нужно трицепс всегда долго греть, делать много повторений с маленьким весом. От этого мышцы у вас не сгорят. Раз? Да. Раз, 25-30, да. Мышцы у вас от этого не сгорят нифига, но зато это защитит вас в будущем. Подможен травм. Нужно прогревать его хорошенько. Это не пустые слова, это опыт. Опыта не только мой, это опыт огромного количества ребят, которые мучаются. Мучаются болями с локтями, потому что, да, все мы вроде бы как здоровые, крепкие ребята и разминка вообще для слабаков. Но потом ты одеваешься на локотники, согревающие мази. И все это никогда не помогает. И ходишь, и ходишь, и ноешь, у тебя болят плечи и локти, у тебя вот вроде такой здоровый весь. Поэтому на трицепс вот три разминочных подхода до выхода на рабочий вес прямо в обязательном порядке. Почему канатная рукоять, суть движения, сейчас Миха начнет делать, я на нем прокомментирую, что, как и почему. В принципе, да, давай начнем. Мы не говорим слово «правильная техника», я всего лишь вам рассказываю, я рекомендую делать. Ставь чуть ближе, ну, в упор практически. Стоивай. Опять же, подсогнули колени, таз назад, все дела, лопатки сжали. В верхнем положении немножко приподнимайте. Давайте мы... Да, блин, блок, хуевый. Максимально сильно растягивайте трицепс, поджимая к подбородку кулаки во время движения. И потом так же, да, можно подстечь, да. То есть амплитуда очень важна в бодибилдинге, поэтому максимально растягивайте. На выдаче выполняем движение, словно мы даже не просто разгибаем руки, а словно мы выполняем такое полужимовое движение параллельно. Канатная рукоять за счет... Что, пописать? Иди, Миша, пописи. Канатная рукоять за счет особенностей движения, того, что идет вращение, помогает формировать именно такую подковообразность и воздействует на все пучки трицепса. Вот. Я кардио люблю, я кардио... Кардио очень важно, полезно. Это и ваше самочувствие, работа ваших митохондрий. Это, блин, здоровье вашего сердца, бля. Посмотрите, сколько... Сколько проблем сейчас, какое количество спортсменов вот прям с хода сейчас страдали. Ну, из-за, так скажем, не очень хорошего отношения к своему здоровью. А потом сделаем простузский жим. Будем делать французский жим. Вес сначала по десятке. Тридцать с размятой. Сейчас, опять же, я вам покажу не как правильно делать, а как я вижу выполнение французского жима в... Все. Как я вижу выполнение французского жима. Вот. Как всегда, короче, тут очень крутая штука в океане. Ну, на самом деле, скамейка, видно, удобная, круто сделана. Вот эта штука двигается. Сейчас все увидите. Сейчас будет прикольно, а потом буду говорить дальше. И далее? Круто. Вот. Основной вопрос, который возникает так. Куда опускать штангу в процессе выполнения движения? И потом, как делать само движение? Понимаете? В французском жиме, когда вы руки опускаете, штангу нужно уводить за дотылок. Вот сюда. Да. Не, не так сильно. Вот, дома кучка. Вот. А выпрямлять руки нужно примерно над переносицей. То есть в процессе движения должно немного двигаться. Ключевая. За счет этого получается сильнее растяжение трицепса. А при возвращении в исходное положение над переносицей тяжелым сильнее сокращается. Вот в такой вот манере. Очень хорошо. Ну, еще приятный момент. Если вы будете ронять штангу, то вы не сломаете себе переносицу. Это прям тоже приятный бонус в случае, в случае чего. Финалочка. Крайнее упражнение. Трицепс машин написано на этом тренажере. Что характерно. Все характерно, да. Соответственно, тренажер для трицепса имитирует подъем гантелей из-за головы, либо французский жим стоя. Трицепс помогает полностью выключить из работы корпус, убрать в любые моменты инерции, чейтинга. Хорошее, комфортное движение. Вот просто, на самом деле, просто режиме показать вам такой относительно необычный и редкий тренажер. В большинстве случаев мы выполняем разгибание гантели одной рукой из-за головы. Как финальное движение, тоже с значительно серьезным растяжением. Хорошо. Все очень, все очень good. Все очень хорошо. Хорошая форма. По тренировочке я доволен. Думаю, ребятам будет полезно. Тренировка такая достойная. И по упражнениям. Руки. Руки такая вещь, которая всех интересует. Рук много не бывает. Бывает. Ой, а что придумал? Давайте, короче, под видосом запилим голосовалку. Какую группу мышц отснять. Вот. Прямо, мне кажется, будет справедливо, интересно. Вы, как же, ставите эти... Ну, вы ставите лайки, подписывайтесь, там, репосты. Это все понятно. А в комменты под видосом на ютубе, блядь, не в ВК, вы пишите, какую следующую группу мышц нам отснять тренировочку. До соревнований получат у нас там еще выпуска два. Плюсом к этому снять. Так что вот две группы мышц, которые наберут самое большое количество. Не лайк, но вашего интереса будет больше. Вот мы посмотрим. Хорошенько думайте. И да, и да. Да, да, ему придется стараться. Где вы хотите увидеть наибольшие мучения Миши, то там те группы мышц указывайте. Ты понимаешь, что самое интересное? Я сейчас не испытываю вообще совершенно никаких проблем с питанием. То есть, у меня нет чувства голода. И вот, в принципе, нет. Я ем, по большому счету, с удовольствием, но в тех рамках, которые, собственно говоря, нужны. Ничего лишнего себе не позволяю, но еды мне более чем достаточно. Ну и при этом силы, да? То есть, как бы, я вспоминаю обычно в своей подготовке за 20 дней до соревнований я просто был как мумия. Ну так, это вот сидишь, в одну точку смотришь, и мозги ничего не соображают, ничего не понимают. Сейчас такого даже близкого нет. А форма лучше. Ну как так? Чем это связано? Ну понятно. Сразу возникают какие-то мысли такие, что... Да, слушай, я тоже самое. Что ты не то делаешь, значит. Мне кажется, должно быть хорошее самочувствие. Знаешь, у меня спортпит, вот реально, объективно, но в общем день занимает процент 45-40. То есть, вот так, объективность взять, да, то количество притейнов, которое я определяю, вот Саша. Ну и вот, собственно говоря, все таблетки, которые ты имел, такие витамины и все остальные, я даже тут расстаюсь. Плохая фраза. Не, ну и витамины, витамины, я имею в виду все-таки, да, вот такие все поддерживающие там витамины, там препараты по кардиомагнила, там аспиринокардио, вот эти все, которые необходимы, согласись на движение там крови и всего остального. Вот, питание спортивное, ну, 35% это минимум, как бы, всего моего рациона, то есть, в начнешний день. Я где-то три раза. Да, ты вязал, я употребляю протеин, БЦАхи в большом количестве. Давай-то будешь прощаться. Да. Скажи, как ты всех любишь, скажи. Хотел поблагодарить Руслана. Не надо меня благодарить. Это, как бы, не самая была тяжелая тренировка, если честно. Руки легко. Да, бывают моменты, которые я предвкушаю, где-то начинаю готовить эти тренировки за сутки, потому что понимаешь, что ждет меня, даже я предположить не могу до конца, что меня на самом деле ждет. Вот, но тем не менее, вот, за то, можно сказать, не очень долгое время, которое мы тренируемся с ним, то есть, ну, форма лучшилась, я бы сказал, так, значительная. Это, как бы, не только мое мнение, это мнение... С нуля, с нуля практически начали делать форму, во-первых, это был, не знаю, как называется, то, что резкое решение, не экспромт, а... Ну, экспромт и был, наверное, да? Ну, конечно, да, решение о подготовке было такое, Миш, что-то хорошо выглядишь, давай готовиться. А, давай, и вот начали. Вроде как, даже суша, еще многие, кто готовится, говорят... Да, была форма хорошая, вот, изначальная. За два с половиной месяца до соревнований в планах выступать не было. В общем, уже сейчас лучшая Мишина форма, которая была, по большому счету. Ну, не учитывая того, что веса до хрена, и он здоровый. Все, ребят, с вас комментарии, с вас хорошее настроение. Всем пока, спасибо, что были с нами. Спасибо большое, всем пока.